Алмазы, водопады и гиперинфляция. При упоминании Зимбабве, что находится в южной части африканского континента, особый акцент СМИ в последние годы делали именно на экономическую составляющую. В этой сфере Зимбабве переживает один кризис с другим. Точных оценок уровня безработицы в стране не существует, но крупнейший профсоюз страны утверждает, что в начале этого года безработица достигала 90%. От обсуждения подобных показателей пресса вдруг ушла. Колонна бронетехники выдвинулась в сторону столицы страны. В Хараре слышны взрывы. Военные Зимбабве удерживают в заложниках президента. Заголовки прессы теперь исключительно о политической составляющей. Почему армия страны называет все это бескровной коррекцией? Какова в происходящем роль супруги Роберта Мугабе? И что еще нужно знать о ситуации в стране? Ответы у Юрия Козлова. Во вторник на улицах Хараре, столице Зимбабве, появились колонны бронетранспортеров. Военная техника заняла ключевые точки города. В районе президентского дворца произошла перестрелка, были слышны взрывы. Однако сообщений о жертвах не поступало. 15 ноября стало известно, что президент страны Роберт Мугабе и министр финансов Игнасиус Чомба помещены под арест. Роберт Мугабе – один из лидеров войны за независимость Зимбабве от Великобритании. В 70-х годах прошлого века он возглавлял крупнейшую националистическую партию страны. В 1980-м стал премьер-министром, а затем президентом Зимбабве. Мугабе – политик левых взглядов. Пытался избавить государство от колониального прошлого и сделать его более социально ориентированным. Мугабе боролся с безработицей, увеличивал госрасходы на образование и медицину, сдерживал ставки по кредитам. Тогда страна могла себе это позволить. После получения независимости Зимбабве с огромными запасами золота и алмазов было самым богатым государством континента. Однако реформы президента не увенчались успехом и спровоцировали серьезный экономический кризис. В 2008-м на фоне мирового финансового коллапса инфляция в стране превысила 230 миллионов процентов. Государству в итоге пришлось отказаться от национальной валюты в пользу американского доллара. Впрочем, политические позиции Мугабе кризис, если и пошатнул, то не сильно. Главной причиной нынешнего конфликта эксперты называют не экономику, которая в последние годы демонстрирует пусть и неуверенный, но рост, а подковерную борьбу за пост преемника 93-летнего президента. В начале ноября Мугабе отправил в отставку вице-президента страны Эмерсона Мнангагву. Его считали одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главы государства. Политологи считают, что за увольнением Мнангагвы стоит супруга Мугабе Грейс, которая в последние годы также демонстрировала политические амбиции. Однако жена президента, в отличие от самого Мугабы или Мнангагвы, не пользуется большой популярностью в народе. Первая леди не раз попадала в скандалы. К примеру, на фоне экономического кризиса она часто позволяла себе тратить огромные деньги на гардероб и украшения. За это местные жители даже прозвали ее Гуччи Грейс. Мы хотим прояснить ситуацию и для нашего народа, и для мирового сообщества. Это не военный переворот. Силы обороны Зимбабве пытаются нормализовать дегенеративную, политическую, социальную и экономическую ситуацию в стране. Если этого не сделать сейчас, в будущем кризис приведет к насилию. Всю неделю командование Силы обороны Зимбабве вело переговоры с президентом и представителями правительства. Как сообщили источники, военные просили Мугабы передать полномочия уволенному ранее Мнангагве. Поначалу президент не соглашался, однако к пятнице сторонам удалось найти компромисс. Военные при этом делают акцент на том, что армия выступает в кризисе не как политическая сила, а как посредник. Армия не желает применять силу и не намерена формировать военное правительство. Для переворотов это не свойственно. Это скорее процесс передачи власти под тщательным контролем военных и с удивительной сдержанностью, которую проявляют все стороны. При этом все участники событий едины. Стране нужно как можно скорее восстановить экономику, иначе Зимбабве ожидает новый экономический кризис, а также кризис доверия к новым властям. Генеральный секретарь отслеживает ситуацию в Зимбабве. Он призывает к спокойствию и сдержанности. Сохранение основных прав, включая свободу слова и собрания, имеет жизненно важное значение. Генеральный секретарь подчеркивает важность разрешения политических разногласий мирными средствами и диалогом в соответствии с Конституцией страны. Ситуация в Зимбабве действительно остается на удивление спокойной. После первых сообщений СМИ о перевороте и перестрелке в Хараро, эксперты начали опасаться, что кризис перерастет в гражданскую войну. Однако никакой напряженности на улицах зимбабвийских городов не ощущается. У нас все тихо, ничего чрезвычайного не происходит, никаких инцидентов. Люди заняты своими делами, никто не мешает друг другу. Люди ходят на работу, все в порядке. Конечно, есть какое-то чувство неопределенности, но обстановка очень спокойная. Согласно предварительным договоренностям, которые заключили армия и Роберт Мугабе, глава государства все же уйдет в отставку. При этом Мугабе будет удостоен звания почетного президента и, по его собственным словам, переедет в ЮАР. На время пятилетнего переходного периода правительство и страну возглавит Эмерсон Мнангагва. В 2022-м в Зимбабве пройдут выборы нового главы государства. Что же касается Грейс Мугабе, то сразу после ареста мужа первая лидия бежала из страны. Сейчас ее местонахождение неизвестно. Юрий Козлов вокруг планеты.